Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Дарья Немкова, я книжный блогер, надеюсь, что твой любимый книжный блогер. И сегодня у нас с вами интереснейший влог! Ура, друзья! Поэтому заваривайте себе чай, чего-нибудь повкуснее, погорячее, а мы с вами начинаем! И, ребята, начинаем! Я вам покажу, как я съездила в Рыбинск, там мы с вами чуть-чуть даже поохотимся и на книги, Ну, просто посмотрим. В Рыбинске я бежала в лыжный марафон. Дальше просто будем с вами вместе ходить по моим делам, покупать новые книги и так далее и тому подобное. Ну и самое главное, мне дали визу, и я безмерно этому рада. Еще где-то, наверное, месяц назад я записывала ролик о том, что, блин, так страшно, что они дадут, страшно, я не знаю, и все это очень сложно, и, как оказалось, мне дали визу вместе с моей подругой, я очень рада и очень счастлива, хотя у меня было 60% того, что нам не дадут визу, точнее 60% того, что дадут визу, и 40% того, что ее не дадут, потому что много было различных факторов. Во-первых, у меня был большой перерыв между шенгенской визой, то есть последняя и единственная виза у меня была в 2017 году, и после этого я только два раза выезжала в Турцию, и которая, в принципе, не котируется для рассмотрения шенгенской визы, потому что это не зона шенгена, как мы с вами все знаем. И у моей подруги был паспорт на 5 лет, точнее он сейчас и есть, на 5 лет, который сейчас мало где котируется в мире, довольно-таки негативно к нему относятся по разным причинам, и ноль выездов за границу, ноль, он новый буквально вот, появился совсем недавно. Но нам дали, и я очень счастлива, я не знаю, это очень круто. С этим нам помогал наш супергерой Костя, который подготовил нам анкеты, который подготовил нам документы, который вообще сделал все за нас, записал нас в посольство. Нам только надо было, там, я не знаю, распечатать какие-то свои документы, фото, и все остальное у нас было готово. И, в общем, он помог очень быстро, буквально за месяц мы все сделали. Я считаю, что сейчас, в наше время, это довольно-таки быстро, мне кажется, потому что, ну, больше нет тех вариантов, когда ты получаешь визу за пару дней. Такого больше нет. И, конечно же, я вам оставляю ссылочку на Костю. Вдруг вы захотите, также перед летом, кстати говоря, если вы хотите куда-то полететь, и вам нужна виза, я бы вам посоветовала уже думать об этом сейчас, потому что сезон отпусков, и записаться в какое бы то ни было посольство будет очень сложно. Ну, типа максимально сложно, потому что ограничили количество записей, количество посещений и так далее, и тому подобное посольство, поэтому сейчас это очень сложно. Вот. Мой вам совет действовать прямо сейчас, ничего не ждать, и, в общем, все у вас получится. Если уж у меня получилось, у вас точно все получится. Конечно же, все ссылочки оставляю в описании, и не бойтесь обращаться к Косте, он прям быстро, оперативно отвечает и помогает. Вот. Такие дела. А мы с вами продолжаем наш влог. Честно говоря, даже не знаю, с чего он начнется, но да ладно. Ну что, дорогие друзья, наверняка у меня есть кто-то из спортсменов, кто меня смотрит. Сегодня мы находимся на, ну что, на Деменском лыжном марафоне. Завтра я бегу, поэтому держите за меня гулачки. Всем книжный спортивный привет. Так, книжный спортивный привет. И рассказываю вам, я обязательно съезжу здесь в Читай-город. И, по-моему, у вас в Рыбинске здесь есть целых два Читай-города, и постараюсь записать вам обзор и на тот, и на тот книжный, поэтому не переключайтесь, скоро расскажу, что читаю, как читаю и так далее. Поэтому через секунду будет уже видео из книжного магазина. Так, ну что, друзья, я вам обещала показать, как иду в Читай-город в Рыбинске. И вот он здесь, я здесь, он здесь, поэтому пойдемте посмотрим, какие книги есть и что я увезу с собой. Так, ну и в этом Читай-городе я была ровно год назад, знаю здесь почти каждую полочку, поэтому давайте посмотрим сразу детективы. Это 11 подснежников, вроде бы что-то как-то где-то я слышала и видела, что это на самом деле интересный детектив. Ну и давайте дальше пойдем с вами в раздел фэнтези и посмотрим, что новенького. Вот, кстати, эта серия, сложно не выговорить автора, но посмотрите, в общем, первая часть, вторая часть, третья и четвертая. Я не знала, что все уже вышли. Для меня это, кстати, большое удивление. Как мне кажется, это раздел с классикой, здесь очень много книг в этом жанре, и я безумно хочу эту книгу Ани из Зеленых Мезонинов, Люси Мотт Матгомери, ощущение, что это что-то очень похоже на таинственный сад и поляну. Поэтому я думаю, что обязательно однажды почитаю эту книгу. Хочу вот, чтобы были такие красивые книги у меня на полочках. Ну, кстати, я не знаю, может быть, я в другом издании возьму опасные связи, посмотрим, потому что у меня вообще нет никаких книг вот из такого издания. Ну, посмотрим, я подумаю. Может быть, я хочу вот это издание. Кстати говоря, если вдруг будет, сейчас буду искать. Но, к сожалению, нет. Ну вот, жалко. Особенно посмотрите на это. Ну, прям просто. Показала вам, что хотела взять опасные связи вот в этом издании, но нашла просто офигенные цвета. Мне очень нравится, поэтому точно берем вот эту книгу опасные связи. Шидерлога и лаклоу. Хочу почитать обязательно. И, на самом деле, в издании магистрали мне нравится не всё. Вот вообще не всё. Но точечно, типа вот если они выглядят вот так, и рядом будет стоять что-то под цвет, условно вот так, то мне это нравится, да. Но если... Сейчас покажу, пожалуйста. Если будет вот так, и вот так уже не нравится. В общем, это издание я буду собирать исключительно, чтобы оно подходило друг к другу. Вот, как-то так. Ребята, это просто какое-то наслаждение, а не цвета, потому что я не знаю, это так сильно красиво. Так, посмотрите, кого я встретила. Обнимашки. Ребята, в Рыбинске тоже есть свои люди, понимаете, да? Я очень рад тебе видеть. Вообще, я пока что хотела выбирать себе книги. Посмотрите, как красиво. Так, это вот магистраль, а это нет. Ой, красиво. Хочешь себе строчки? Посмотрю. Я не могу тебя оставить, просто ты говорю, правильно? Так, давай выбирать тебе книги, давай. Давай. Начинаем. Так, идём. Романтика? Я на самом деле почитаю городу очень романтику. Да? Вот так. Идём выбирать книжку. Так, после упорного и долгого искания мы... Мы выбрали книгу, которая отправляется к моей прекрасной подписчице. Ура! Ну что, дорогие друзья, на самом деле столько всего происходит вообще сейчас, столько всего, что я просто готова сойти с ума. И обо всём об этом я вам сегодня вечером расскажу. Ну, для меня сегодня вечером, а для вас буквально через пару секунд. И я сейчас еду с киностудии имени Горького. Там мы встречались с Андреем Малаховым, чтобы заснять несколько роликов книжных. Вот. И передала я ему книгу про Бритни Спирс. Вот. Фанатский перевод. Это очень интересно, это очень необычно. И, в общем, сейчас план на день такой. Я сейчас зайду перекусить. Дальше я еду на английский. Доделась, кстати, домашку по английскому. Рабочие вопросы обязательно. И еду на английский. А дальше беру вас с вами в... Значит... В одно очень интересное место. Куда меня тоже пригласили на обед с моим помощницей. Что-то я заикаться начала. Класс. Было. Так, друзья. Я, наконец-таки, значит, присела. Потому что всё, бегаю, 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 бегаю. На данный момент я читаю Удержать 13-го. 646 страниц. Вы мне спросите, Даша, почему так медленно читаешь? Просто очень много работы. Очень много всего. Я не успеваю даже... Ну, я не знаю. Ну, даже отдыхать. Поэтому читаю безумно медленно. Как гусеница. Я не знаю, как мне ещё назвать. И параллельно я читаю Twisted Hate. Twisted Hate, друзья, у меня в руках. Я прочитала уже 12 глав. Я тоже медленно читаю. Потому что это всё-таки зарубежная книга. Мне не так просто это даётся. Но я всё же читаю вместе со своей преподавательницей по английскому. Если вам тоже так же нужен её контакт, я обязательно с вами ей поделюсь, потому что изучаем английским посредством книг и не только. Это всё очень важно и прекрасно. Так, давайте я поделюсь мнением промежуточным. Я думаю, что в этом ролике в конце я уже скажу вам итоговое своё мнение. В общем, выделять хочется, как обычно, каждую страницу. И слушайте, то, что там произошло на 65 главе, это тихий ужас. Я в шоке. Я просто в шоке. На самом деле, Хлоя Уолш безумно интересно написала книгу. Безумно интересно. Это, ну, реально не шаблонный сюжет. То есть, как там завертелось в конце, закрутилось. Ох, это, конечно, нормально так мои нервы издёргало. И прям просто мой совет вообще всем прочитать, попробовать зацепить тринадцатого, удержать тринадцатого. Это реально очень классная вещь. Так, Twisted Hate. В общем, у нас там есть, помните же, Джош. Джош — это брат Авы. И есть Джулс, лучшая подруга Бриджит, лучшая подруга Авы и третьей девочке. Как её зовут? Я забыла совсем. Совсем уже. Из-за того, что я читаю эту книгу и потом параллельно перевожу её у себя по голове, как будто бы я читаю её аж два раза. Поэтому запоминается всё на ура. Я помню до сих пор, как они встретились, какие-то детали. Реально просто помню детали, что за мной не наблюдается. В общем, по факту, как мы из первой книги, Twisted Love, знаем, что, ну, Джулс, как будто бы она такая заводная, хохотная, и такая вся навеселея, но мы узнаём из этой книги, что у неё столько, как сказать, столько она держит в себе, столько она не показывает своих переживаний, своих каких-то комплексов, несмотря на её шикарную внешность. Свои какие-то, ну, у неё много действительно внутренних психологических проблем в плане, и в прошлом что-то я пока что не знаю, кто-то её и обидел, и жилось ей непросто в детстве и так далее. И есть у нас Джош, который по-прежнему думает, что Джош, что Джулс, как сказать, ну, не то, чтобы она простушка, но что ей только потусоваться. Джулс нашла себе подработку. Пока что она, ну, заканчивает экзамены в своём университете, в той больнице, где работает Джош. А ещё на вечеринке на дне рождения Авы, Ава, я так поняла, у неё был план помирить Джоша и её бойфренда, Алекса Волкова, потому что они поссорились. Ну, не буду вам спойлерить, вдруг вы ещё не читали. На курорте, в общем, на курорте горнолыжном, потому что и Алекс любит кататься на лыжах, и Джош, ну, он сначала как бы отнекивался, и потом Ава просто произнесла одну фразу, тройной чёрный бриллиант. То есть это супер-супер крутая, страшно опасная трасса, и Джош согласился. Вот. И, значит, конечно же, они приезжают туда, их номер, который забронировал Алекс по каким-то причинам был недоступен, им дали новое шале, где было всего лишь две комнаты. Ну, конечно же, одна для Алекса Савы, и вторая для Джоша и для Джулс. Но это не все проблемы. Джулс не умеет кататься на лыжах. Она думала, что сможет побороть свой страх, но нет. И Джош начал её учить кататься на лыжах, но он, как обычно, всё испортил. В общем, очень интересно читается вообще, просто я прям рада, что есть возможность читать в оригинале, потому что непонятно, когда будет российская версия. Вот, перевод, когда будет перевод. В общем, как-то так, друзья. Ещё у меня появилось очень много книг, но их я покажу вам уже в Охоте, которая выйдет, по-моему, в пятницу, в субботу, честно говоря, не совсем помню. Много-много-много новых книг. Вот. И там на полу у меня тоже стоит куча книг. Вот. Всё покажу, всё расскажу. Ну и посмотрим. Даже не знаю, буду заканчивать на этом свой влог или не буду. Посмотрим. Посмотрим. Думала, друзья, заканчивать или не заканчивать влог не заканчиваю, потому что я прямо сейчас бегу в издательство «Клевер» и показываю вам восхитительную ведьму в подарочном издании. Она пришла. Этот день настал. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что вы уже видели у меня везде вообще во всех соцсетях, как я вам показывала восхитительную ведьму и открытки тоже по этой книге. Моя самая любимая это... Слушайте, сейчас смогу достать, не смогу достать. Ну, наверное, смогу достать, не смогу. Куда-то она... А вот же, вот же, вот же, вот же, друзья. Я обязательно оставлю для вас ссылки, где можно приобрести восхитительную ведьму. И тоже много вопросов, где же приобрести открытки. Вот. Обязательно всё оставлю, чтобы вы смогли. Ох, ну какая красота. Да, и давайте посмотрим. Очень интересно, какой тираж. 30 тысяч экземпляров. Я считаю, что это... Это очень... Это невероятное количество. 30 тысяч экземпляров. Это... Слушайте, ну... На примере даже вот у меня здесь лежит новая книга Эммы Скотт. И это у Эммы Скотт 12 тысяч экземпляров. Понимаете, насколько, насколько Анна Джейн в сердечке у наших российских читателей. И это просто... Это не может не радовать. Вот. И, в общем, такие дела. Мы заканчиваем наш влог. Он, кстати, наверное, получился большой. Прям очень большой. И, что самое главное, я дочитала. Удержать 13-го. Слушайте, под конец я там были такие моменты. Я там так плакала. Ну и, конечно, чего и стоило ожидать. Я всем рекомендую прочитать эту книгу. Потому что кому-то она может откликнуться в каких-то различных темах. Вот. И просто попробуйте почитать. И, надеюсь, вам это понравится. Не забывайте, что первая часть там как бы нет сцены 18+. Ну, там такие довольно откровенные разговоры. Поэтому я бы её посчитала даже как за 18+. Ну, а там решать вам. Вторая часть однозначно 18+. И дальше. Что я буду читать? У меня остаётся 8 дней до моей поездки. Будет путешествие, друзья. Путешествие в Рим. А потом в Париж на 2 дня. В общем, я даже немножко волнуюсь. Уже выбираю книги, которые возьму туда с собой. Потому что у нас будут большие пересадки. Естественно, из Москвы в Стамбул. В Стамбуле мы проведём, по-моему, где-то всю ночь. И я вот, честно говоря, не помню, какие у нас рейсы. Но прилетаем мы около часа ночи. Дальше получаем багаж, снова всё сдаём, регистрируемся на весь и так далее и тому подобное. И где-то у нас получится в районе 9-10 часов. Вот. Поэтому спать мы там не сможем. Это понятное дело. Что я там буду делать? Это читать книги. И, слушайте, я рассматриваю эту поездку как... Просто мне там многие пишут хорошего отпуска и так далее. Я рассматриваю эту поездку как... Я всё равно там буду очень много снимать, так же много постить, так же всё. Это не та поездка, где я отключаюсь на все 100% и всё. И не захожу никуда. Нет. Это будет не то. Это будет, наверное, ещё и тяжелее, чем обычная работа. Вот. Потому что очень много всего снимать. И влог тоже буду снимать. Я думаю, что там будет даже два, наверное. Потому что в один вряд ли поместится. Но там посмотрим. И, конечно же, выбор книг. Самое интересное. Вот. Такие дела. Ну всё, друзья. Надеюсь, что мы встретимся с вами уже совсем скоро. А так он и будет. Потому что у нас с вами близится охота на книги, где я покажу. Вот они мои новиночки. И ещё новиночки я буду забирать во вторник из издательства «Клевер». Поэтому много-много-много всего нужно вам показать. Вот. Ставим лайки. И, как обычно, друзья, читайте, не спите. Жду вас в комментариях. Очень себя жду. Будем с вами общаться. Всех вас очень сильно люблю. Субтитры сделал DimaTorzok